Всем доброе утро! Утро у меня началось с зарядки, я уже позанималась. Как-нибудь покажу, может, свои занятия. Открыла здесь вот окно, чтобы свежий воздух поступал. Занималась, конечно, при помощи планшета. Иногда оставлю ноутбук. Вот, беру упражнение, конечно же, из интернета. Тут мои реквизиты, там вдалеке резиночки. Ну ладно, будет интересно, как-нибудь покажу вам. Да, вот решила теперь приступить к физическим нагрузкам. Потому что на улице погода плохая, дожди, дожди, дожди. Поэтому с палками особо не выберешься. Так что я решила выбрать другую физическую нагрузку для себя. И, кстати, очень классно. Ну а сейчас, позанимавшись, решила приготовить себе смузи. Хотела сразу позавтракать, но что-то решила. Думаю, нет, сначала сделаю смузи такой ягодный. Ну там и зеленушка есть, все. Попью, а попозже туда уже будет завтрак. За окном такая пасмурная плохая погода. А у меня в руках вот такой вкусный смузи. Значит, сюда что у меня? Не было зеленой гречки. Положила, значит, молоко кокосовое с водой напополам. Потом ягодки, вишня, клубника замороженная. Черная смородина и руклу добавила банан для сладости. И витамин С добавила в порошке. Нулин и семена тыквенные тоже. Начала пить и вспомнила, что еще положила сюда, вам не сказала, протеин. Миндальный, такой растительный. Он добавляет сладости в таком напитку. Перемыла всю обувь. Надо сейчас все раскладывать по своим местам. Тут, смотрите, мне на днях родители дали вещи. Это знаете, какие вещи? Мои бывшие. Мои с детства. Так, тут что? Уже не помню. Я в детстве носила. И они мне, конечно же, я же выросла, они мне малые. Они лежали. И теперь до Полинки долежались. Дали мне родители померить. Полинка их померила. И что вы думаете? Они ей малые, ну, правда, не все. Вот эта юбочка мала, я уже убрала. Вот. Тут еще лежит кофта. Тоже ей мало, представляете? А вот эта кофта и юбка, это вот ей как раз пока. Вот эта юбка на резинке. Ну, простая классическая юбка. А вот эта кофточка красная. Вот так она сделана. Стойка воротник. Вот тут на кнопочках. Но тоже она ей прям в обтяжку, в обтяжку. И вот, понимаете, я сейчас смотрю на нее и на себя в прошлом по своим вещам. И понимаю, что я была худее ее. То есть она как-то вот пошире в углу родной клетки. Вот ей вот здесь мало. Хотя так на нее посмотришь, на Полинку скажешь, она худенькая, вот такая, прям как я. Ну, нет. Я была худее. Какие-то у меня плечики другие. И грудная клетка поменьше. У нее как-то пошире, пошире. И вот за счет этого некоторые вещи малые. Представляете? Я считаю возраст. Я даже не помню, когда я носила вот эти вещи. Мне даже кажется, я была старше, чем она сейчас. Ну, в общем, что-то можно пока проносить, а что-то уже и мало. Так что, вот такие дела. Ну, все, буду убирать обувь. Ну, что, на завтрак у меня вот такой скрэмбл из яиц, кокосового молока. И туда добавила еще пищевые дрожжи. И вот такие овощи. Они, конечно же, заморожены. Вот на скорую руку тоже их приготовила. Все, всем приятного завтрака. Ну, что, вернулась сейчас с магазинов со всех. У нас сегодня целый день не было воды. Поэтому сделала так, чтобы Дени занял магазины. Дома не надо было ничего делать. Слава Богу, посуда была помыта, еда была приготовлена. Так что и на этом спасибо. Сейчас вернулась, покажу, какие покупочки сделала. Вот такая огромная закупка в этот раз. Закупала все, 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 что нужно. И в запас даже. Еще раз повторюсь, не было мяса. Поэтому мяса купила много. Смотрите, сколько. Сейчас надо искать место в морозилке. А у меня места нету, нету. Так, давайте я вам просто покажу, что купила. Потом отдельно чеки. Не буду отдельно озвучивать. Значит, селяночка. Это я даже помню в пятерочке, по-моему, 73 рубля. Овощи из мороженой клубника. Это магазин, да. Салат Романа тоже магазин, да, по-моему, 100 рублей. Два десятка яиц по 90 рублей. Редиска купила в да, но там, смотрю, подороже. 90 рублей. Потом в других магазинах видела. В Победе где-то 76. Еще в каком-то магазине видела по 70 рублей даже. Вот. Перчик купила тоже в магазине, да. Три штучки. Это рукола в магазин, да. Цену покажу. Вот вишню еще купила. Бананы по 90 рублей, по-моему, в да. Огурчики по 130. Это у меня брокколи. 300 рублей за килограмм. Ягодки 240 или 260, не помню. Здесь еще, смотрите, прикупила вот такой йогурт. Это уже магазин спар. Вообще такая нереальная скидка была. По 47 рублей. Я не удержалась и купила, смотрите, сколько. Шесть штучек. Я на этом йогурте и вафли делаю себе, и Полинка ест этот йогурт. Хорошо. Купила еще такой геркулес. Тоже был со скидкой. Покажу, сколько стоит. 500 грамм селяночка. Вот это фирма селяночка, я смотрю, подешевле. А вот такой геркулес, это в спаре. Ну, вообще ни скидки, ничего. Но это мне упаковка нравится. Ну, не упаковка, я имею в виду, вот сама, сам геркулес. Видите, крупная овсяная хлопья, варится 15 минут. Да, купила сейчас по 134 рубля. Вот, и тыкву купила. Так, и вот здесь еще пшено тоже селяночка. Это, по-моему, в пятерочке. Да, тоже в пятерочке. Ну, в общем, сейчас покажу чеки. Ну, вот давайте покажу поближе, какое же мясо купила. Такая индейка и вот такая фирма. Первый раз, конечно же, беру, потому что, еще раз повторюсь, брали в Курином доме. Вот. Вот такие кусочки. Еще вот такой вариант. Последние упаковки, хочу сказать, брала. Вот такое филе бедра. Цены покажу. А это вот филе малое. Видите, там первую упаковку я показала, там кусочки, да, по типу АЗО. А это вот целиковое филе малое. А одну из первых купила вот такую упаковку, даже уж не помню, в каком магазине. Вот. В общем, закупилась по полной этой индейке. Ну, на первое время хватит. Потом надо думать, где же покупать, искать места. Была в разных пятерочках, поэтому смотрите. Здесь что-то купила одно, потом поехали в другую пятерочку. Так, следующий чек. Вот с такими ценами, с такими покупками. И еще одна пятерочка. Это чек из Победы. Начала разбирать сумки. И оказалось, еще у меня сумочка была. И там кое-какие продукты. Вот такой фигурный крекер. А то посмотрите чеки. А там написано то, что я вам даже не показала. И сахар. Вот. Это я все в Победе покупала. А это у нас чек с магазина ДАМ. Тоже можете посмотреть, какие цены. И сколько вышло. Вот такая огромнейшая у меня сегодня закупка. По полной программе. Надеюсь, что надолго хватит. Здесь вот замочила сельдерей. Достала морковку. Хочу сделать морковный сок. Ну и может даже в этот сок добавлю еще яблочко. Будет такой яблочный, морковный, сельдерейный сок. Ну что хочу сказать. Вот проехала опять, я вам повторяю, два куриных дома. Все. Мяса больше не будет, сказали. Спросила про индейку, в чем дело. Сказали, что закрылся завод. Представляете? Я в шоке. Вот поделитесь в комментариях, где вообще можно купить индейку. Ну вот потом проездили мы в магазины Пятерочка. Там есть в упаковках индейка. Ну опять там или филе, или кусочки по типу азу. Больше индейки никакой нет. Здесь мы в курином доме покупали крылья. Потом, я уж не помню, ноги-то были. Были индейки, вот ноги, бедра, все было. То есть я покупала вот на суп, на первое. Сейчас ничего нет. И вот не знаю, я говорю, ну филе-то где-то еще можно откопать в каких-то магазинах. Но где брать вот крылья, потом бедра, не знаю, не знаю. Я теперь в таком шоке пребываю. Вот не могу ощупаться и вот все думаю, где же покупать теперь мясо. Домашней курицы тоже нет. Вот, продается одна только белая курица. И немного свинины, все. Это вот в курином доме. Вот хочу съездить на разведку в Новомосковск. Посмотреть на рынке, какое мясо продается. И потом уже делать выводы, где покупать это мясо, где покупать. И что варить. Ну, в общем, вот я в полнейшем шоке. У меня даже нет слов. Ну вот мой сок. Кстати, так и забыла яблоко положить. Ну ладно, будет морковно-сельдерейный сок. И так, смотрите, как много получилось. Получается здесь 6 морковок и вот сельдерей. Готовлю на ужин котлетки. Котлетки у меня. Это фарш куриный и там кабачок. Добавила еще, знаете, что сухие пищевые дрожжи. И добавила псиллиум. И одно яичко. Вот все мои котлетки. И добавила еще замороженную, замороженный укроп. Вот, готовится. Так, у нас утро достала свою гречку зеленую. Смотрите, как она проросла. Все, она уже готова. Больше не будет проращивать. Уже промыла я ее сейчас. И буду выкладывать. Она чуть-чуть подсохнет. Уберу в холодильник. И все, можно кушать. В основном я добавляю в смузи. Ну, можно и кашку сварить, если кто хочет. Так, а тут уже семечки мои подсохли. И все, буду тоже их перемалывать. Все, мои заготовки готовы. Такое у нас сегодня утро солнечное и морозное. За окном плюс два. Зато нет дождя. Готовлю омлет на кокосовом молоке. Правда, сейчас нет шпината. Готовлю без шпината. Ну, приготовила замороженные овощи в соусе и с кешью. И порезала еще авокадо. Просто без бутербродов. Просто авокадо. У нас сегодня будничный день. У Полины сегодня экзамен на музыкальной школе. И сегодня она в школу не пошла. Ей дали записку. Вот. Сейчас позавтракай. Ты пойдет на экзамен. Ты готова? Еще надо на пианино поиграть. Зачем мне и там поиграть? А, ты там будешь? Да, за час на экзамен. А я думала, ты сразу придешь, будешь там экзамен. А во сколько же тогда будет сам экзамен-то? Пол первого. А, ну все, наш стол готов к завтраку. Полина. А? Иди кушать. О, красота. А что он белый? Вот, потому что яйца какие-то белые. Наверное, зима наступила, и яйца были белые. Желткие я имею в виду, а всегда были желтые. Смотрите, какое небо голубое. Какое небо голубое. Что значит мороз на улице. Все, всем приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Помыла голову. Полинка собирается в музыкальную. Все-таки, как вы видели, она поиграла. Подготовилась. Сейчас еще там будет, придет будет еще. Сколько ты там будешь еще до самого экзамена играть? Час, 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 целый час еще будет играть, потом сам экзамен. В общем, почти целый день. Мне сегодня погода нравится. Я вообще-то сейчас посушу голову и собиралась ехать в Новомосковск. Зайду в фикс прайс, может, в карри завлену. Хотелось бы мне попасть на базар, посмотреть, есть ли там в продаже мясо. В общем, происходит что-то... Ну, я даже не знаю, как сказать. Ужасное вроде не скажешь слово. Но неприятные моменты. В том плане, что я вам уже сказала, что в магазине мясо пропало. Вот надо теперь искать, где мясо купить. Второй момент. Смотрю, у нас еще закрылся магазин Доброцен. Кстати, напишите, в ваших городах существует магазин какие-то или тоже начали закрываться и что-то пропадает из продажи. У нас вот такие изменения пошли. Мясо пропало, заводы закрывают. Доброцен закрыли. Не знаю, что дальше будет. Хотелось бы, чтобы на этом была уже какая-то точка. А я все любуюсь небом голубым. Посмотрите, какая красота. Солнышко светит, небо голубое. Прямо захотелось на улицу сразу. Но воздух, конечно, морозный. Ну что, Полина, удачи тебе в музыкальной школе. У меня голова болит. Голова болит. Сейчас подышишь свежим воздухом и пройдет. А то тут в духоте дома. Может, повесить на спинку? Нет. Все, давай, с Богом. Удачи. Отлично сыграть. Бананы. Бананы сегодня по 60 рублей. Конечно же, взяли виноградик вот такой, 140. На базаре продавали 170. Не хотели дешевле отдавать. Купила здесь. Так, хорма. Так, вот яблоки вот эти по 60 рублей. Хорма 150 рублей. На базаре 160. Но там, конечно, не такая твердая, как здесь. Так, ну яблочки вот эти по 100 рублей. Слива 140 рублей. Даже есть какая-то сезонная по 100 рублей. Еще виноград тайфи по 80 рублей. Это тот же самый виноград. Груши вот эти конференции 130 рублей. Помело 150. Ну, а такие цены. Лимон 130 рублей. Так, дыня, торпеда и гулябия. Одинаковая цена по 100. Ой, по 100. По 70 рублей. Голубик сегодня без скидки 260. Клубничку такая 250. Клюкву свежая появилась по 100 рублей. Кукуруза вареная, кстати, по 100 рублей. Грибочки. Вешенки 120. Вот такие королевские 70 рублей. В упаковке шампиньоны 110 рублей. Брокколи 300 рублей. Сельдерей 80 рублей. Айсберг 120. Редиска 100 рублей. И сегодня у нас руккола со скидкой 80 рублей. Мини шпинат по 100 рублей. Так, ну все, закупилась. Иду на кассу. Выйду из кассы, вам покажу. Какие цены и почем. Магазин большой. Так, иду на кассу. Нет раскраски тут, смотрите. Релакс раскраски Африка. Вот такие книжек много. Так, ну вот мой чек. Покажу вам тут все свои покупки. Так, ну видите, бананы, хлеб, голубика. Купила вот эту емкость. Руккола, шпинат. Мороженные овощи. Манго. Два десятка яиц. Норковка. И виноград. Все, осталось еще воды закупить. И домой. Вот сколько машин стоит. Это у нас тут переезд. Вот переезд, когда закрыт. Столько машин стоит в ожидании открытия переезда. Вот кто-то разворачивается. Не хочет ждать, поедет кругом. Вот так у нас тут с переездом. Когда-то мы тоже жили за переездом. Сейчас, благо, хоть нам это не грозит. Ну вот, теперь вот по правую, ой, по правую, по левую руку. Вон, там светофор открыли. И вот сегодня я там побывала. Уже мы заходили, но я ничего не снимала. Открыли еще рядом там. Вот свежие овощи, фрукты. И этот магазинчик сделали. Рыбу там продают, мясо кое-какое. Говядина, свинина. Даже куры кое-какие есть. Потому что все, куриный дом наш накрылся. Вот сейчас тоже были в курином доме пустые полки. Купила только там сметану. Все пропало. Раньше был там и фарш, и печенка кролика, и кролика, и утки были, и куры были, и домашние куры были, и индейка была. Все пустой магазин. Все пустые полки. Потому что ищем источники, где купить мясо. Полина вернулась с музыкальной. И я ей достала вот такое мороженое. Смотрите, я вам уже показывала свое. Оказывается, они разные формы. Я уже и забыла. И вот ей такое красивое досталось. Посмотрите. Вот формочка из трех мороженых. Должно быть, короче, какой-то полосатый. Я вот такой съела. Она сейчас такой красивый осталась. Полосатый. Полосатый, да? Такой ягодный мороженое. Я тоже хочу. Только что достала из духовки свежеприготовленные кокосовые кексы. И вновь я их сделала. Очень нам нравится. Теперь постоянно будут в моем меню. Ну вот. И смотрите, как смотрятся вот эти мои штучки для кухонных принадлежностей. Значит, слева белая. Это из фикс прайса. Я ее приспособила таким образом. Я всегда мечтала купить вот такую, как в Икеа. Но в Икеа, вы знаете, как закрылась. Всем известно. Вот. И вот на мою радость появилась в магазине. Да. Показывала я обзор на океане счастья из этого магазина. Кому интересно, переходите, смотрите. Правда, не знаю, когда выйдет это видео. Может уже и не будет этих новинок. Потому что в Да там очень быстро новинки кончаются. То есть на неделю привозят и все. Потом следующей неделе. Так что, наверное, это видео выйдет. И очень поздно, что там уже эти новинки кончатся. Ну вот. Так что я сейчас хочу поменять сюда. А эту так приспособить, может быть, для цветов, как и было изначально. Ну давайте попробуем, как это будет выглядеть. Мне нравится то, что она широкая. А эта все-таки узкая. Бывает, что лопатки очень тяжело туда заходят. И сюда, я думаю, даже поместится больше, чем есть у меня на самом деле. Вот видите, это ложечка из фикс-прайса. Она не очень большая. Вот, видите, как хорошо. И еще место осталось. У меня есть, конечно, еще кухонные принадлежности, которые можно сюда поставить. Сейчас тоже достану, попробую. Вот, как будет смотреться. Ну, вот пока вот так. И вот таким образом это все теперь выглядит. И, видите, как хорошо сочетается вот с этим блендером. Все нержавеющая сталь. И вот таким образом смотрится. Мне лишь, что очень нравится, поделитесь в комментариях, как вам. Что вам больше нравится из фикс-прайса? Вот эта беленькая штучка или вот эта? Мне это. Все оставляю пока вот таким образом. Готовлю овощи замороженные. Посмотрите, какие красивые краски. Такие яркие, прям летние краски. Прям очень красиво. Очень аппетитно выглядит. Сейчас их приготовлю, а потом, наверное, яйца приготовлю. Будет такой завтрак. Ну, все, мой завтрак готов. Всем приятного аппетита. Заложила стирку. У меня тут светлое белье. Но стирки очень много. Наверное, две или три придется сегодня делать стирки. Началась с белого. На улице сейчас ветер. Не знаю, будет меня хорошо слышно или нет. Направляюсь, знаете, куда? На собрание родительское, в музыкальную школу. На месте тоже постараюсь поснимать. Пришла к музыкальной школе. Посмотрим, что интересного здесь будет. А Полинка должна здесь выступать сейчас на собрании. Вчера был у нее экзамен. Сдала она отлично. И вот, кто хорошо сыграет, будет сегодня на собрании играть. Так что сейчас посмотрим, как она там выступит. Ну что, зашла я в зал и встретилась с Полинкой здесь. Чистый случайный собрание, у нас будет такое собрание-концерт. Сколько ты сказала будет? Шестнадцать выступлений. Так что это своеобразный концерт будет. Да, Прошу? Тут тепло так, да, в заднем? Ну что есть? Ну это успел поиграть? Да, в один раз. Там в кабинете? Нет. А, тут уже. Все, ждем начало. Фортепианный отдел. Фортепианный, не фортепианый. Фортепианый, а я и сказала. Ну какая разница, это кратко говорят. Два рояля. А меня не лезет, я сейчас. А? Сейчас. Здравствуйте, уважаемые родители, преподаватели и наши любимые ученики. Сегодня мы собрались в нашем тёплом, красивом, уютном зале для того, чтобы послушать выступления наших учеников. Чем же может дать, что же может дать нам образовательное образование в музыкальной школе тому ребенку, проявляющему свой талант в других областях? Ну, прежде всего, это тренировка и развитие памяти во всех ее направлениях. Это память и на слух, запоминание речи, музыки, иных звуков, что, к слову, значительно облегчает изучение иностранных языков и избавляет от проблем с акцентом. Это и зрительная память, запоминание и воспроизведение зрительных образов, знаков, способность ассоциирования, связанные с музыкой и визуальной картинки, воспроизводить большие объемы информации. Также задействована пространственная память, музыкальная, которая включает в себя слуховую, тактильную, эмоциональную, двигательную память. Только занимаясь музыкой, можно тренировать практически все виды памяти. Музыкальное образование — это развитие логики, умственных способностей, усидчивости, эрудиции, внимательности, умений нестандартно мыслить и быстро принимать правильные решения. Среднего уровня пианист с восьмилетним образованием сможет подобрать на фортепиано практически любую мелодию. Научившись играть Моцарта, Гайдена и Бетховена, ребенок по окончанию музыкальной школы сыграет вам и шаман, и ягодку-малинку. Это будет ему сделать намного проще. Музыкально образованный ребенок сумеет вычленить из льющегося сверху музыкального скана настоящие жемчужины, которые достойны того, чтобы не просто просуществовать год хита, а стать настоящим шедевром на многие десятилетия. Так что если родители заинтересованы в высоком структурном уровне своего ребенка, то вопрос об учении в школе не должен стоять. Но однозначно, да. Музыкально образованный ребенок сумеет вычленить из льгот, а стать настоящим шедевром на многие десятилетия. Музыкально образованный ребенок сумеет вычленить из льгот, а стать настоящим шедевром на многие десятилетия. Играет музыка 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 Играет музыка